Девушки отдыхают На этом канале, так как я проводила голосование, скриншоты вы сейчас видите на экране, тут в разделе сообщества и в своей группе ВКонтакте, и вы, мои подписчики и зрители, решили, что хотите видеть его именно тут. Первое прохождение с моими комментариями, с моим голосом, я немного переживаю, поэтому прошу простить мои заминочки. А также заранее прошу прощения за возможные посторонние звуки на фоне, у меня тут питомец, крыса, может немножечко шуметь. Итак, это приключенческая компьютерная игра с элементами интерактивного кинематографа, то есть от решения игрока зависит как исход определенных событий, так и концовка игры в целом. Игра сама по себе выглядит как фильм. Вы знали, что в гражданскую войну через Детройт проходила подпольная железная дорога, по которой беглых рабов вывозили в Канаду? Интересные факты от Хлои. Итак, она разработана французской компанией Quantic Dream и выпущена Sony Interactive Entertainment для PlayStation 4 25 мая 2018 года. А 12 декабря 2019 года игра была выпущена для Windows, то есть для ПК. Именно с ПК я играю, так как консолей у меня нет. Версия игры, разумеется, лицензионная, куплена в Epic Games Store и сразу хочу предупредить, что возрастной рейтинг 18+. Смотрите, это мое дело предупредить, не переживайте, ничего сверх такого не будет, но может быть немного нелицеприятных сцен, немножко крови, сквернословия, то есть маты. Да, все в порядке, Хлоя, я немножко волнуюсь, ты меня тут перебиваешь. Так вот, да, могут быть немножко нелицеприятные сцены, немного крови, стрельба оружия, но этого не чересчур много, не переживайте. Мое дело просто предупредить, отметить это. Ну и немножко я затянула с прохождением, несмотря на то, что его очень долго у меня просили после того, как я проходила Life is Strange. Но с игрой были проблемы, она была не оптимизирована и нормально снимать ее было просто невозможно. Так что я уже не стала заморачиваться, подождала, пока разработчики все починят. Прохождение будет очень подробное, я люблю осматривать все, что только возможно. А также буду зачитывать журналы с небольшими статьями, которые встретятся нам по ходу игры. Это, на мой взгляд, помогает лучше вжиться в атмосферу, проникнуться персонажами, проникнуться миром того времени, которое показывается у нас в игре, а это 2038 год. То есть не такое уж далекое будущее. Вы знали, что девиз города Детройт? Мы надеемся на лучшее. Спасибо, Хлоя, теперь мы знаем. Прошу прощения. Если вас такие подробности не устраивают, либо перематывайте такие моменты, либо вовсе смотрите другое прохождение. Тут уж на вкус или цвет товарищей нет, как говорится. Игра, конечно, не новейшая, ей уже больше года. Так что я думаю, возможно, многие, если вообще не все, кого это интересовало и интересует, уже посмотрели прохождение, уже поиграли и так далее и тому подобное. Ну, все же, сразу скажу, что комментарии со спойлерами, раскрытиями малейших деталей сюжета будут удаляться. И раз уж вы смотрите прохождение с комментариями, я буду высказывать свое мнение, и оно вполне возможно и даже, скорее всего, будет не совпадать с вашим. Оскорбления и хамства будут удаляться, а хамы и скандалисты добавлены в черный список канала. Если человек не нашел ничего, за что готов умереть, ему незачем жить. Это сказал Мартин Лютер Кинг. Вам понравилось? Такс. О чем это я? Да. С хамы и скандалисты будут добавлены в черный список канала. Также имейте в виду, что игра рассчитана на принятие решений, так что не существует правильного или неправильного прохождения. Я буду принимать свои решения, исходящие из моего личного мнения. Прошу это понимать и принимать. Конечно, вы больны высказывать свое мнение в комментариях, но прошу быть вежливыми, конструктивными, не грубыми. Ну что ж, вроде бы все отметила. Давайте больше не будем уже тянуть резину. Приятного просмотра. Поехали. Начинаем новую историю. Я в игру тоже играла, но не переживайте, в нее играешь каждый раз как первый. Вот. 15 августа 2038 года. 20.29, то есть половина девятого вечера. Переговорщик прибыл. Поехали. Переговорщик прибыл. Такс. Смотрим, что тут у нас. Джон Филлипс. Рыбка. Лялиус. Происхождение Дельтаганга, Индия. Давайте спасем. 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 Аквариум, конечно, шикарный. Я бы очень хотела себе такой. Ну, конечно, ухаживать за ним тоже шикарно. Не очень. Не очень-то это просто. Ну, напишите в комментариях, есть ли у вас дома аквариум. Может быть, такой аквариум даже есть. Или если нет, хотели бы вы себе такой. Умоляю вас, спасите мою девочку. Стойте. Вы посылаете андроида. Ну, все, мы идемте. Что вы, что вы делаете? Это, это же не настоящий человек. Разыскать капитана Алина. Как вы уже могли заметить, субтитры не включены. Игра полностью на русском языке. Субтитры меня отвлекают, поэтому включать я их не буду. Я думаю, тут все прекрасно слышно. Все понятно. Так что... Черт. Они все долбанулись. Капитан Алина. Мое имя Коны. Андрои прислали из Киберлайна. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайперы бы сняли его, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Так. У этой машины ранее уже случались сбои? Да без понятия. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. Код деактивации вы применяли? Ну а то первым делом. Слушай. Сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. Капитан Алина явно не хочет с нами сотрудничать. Мы будем разбираться в произошедшем самостоятельно. Такс. МС-853 Black Hawk. Емкость магазина. Так, это пистолет. Это, очевидно, патроны к нему. Да, это патроны реконструируем. Девиан взял пистолет отца семьи. Идем дальше. Осмотреть комнату заубожницы. Так, музыка. К сожалению, мы не можем здесь отключить музыку вообще или музыку с авторскими правами. Так что я на всякий случай буду болтать. Попытаюсь заглушить музыку. Ребенок не слышал выстрелов. На всякий случай, если вдруг будут авторские права. Не хочу вырезать и портить запись. Так. Очень красиво, конечно, компьютер сделан, планшеты. Так, тут у нас ванная комната. Тоже очень красивая, кстати. Квартира, конечно, капитальная. Ничего не скажешь. Дом, на тету мы пришли, значит, сюда. Смотреть тело жертв. Ну вот, это те самые, возможно, не очень лицеприятные моменты, о которых я говорила. Почему, собственно, одна из причин, по которым игра 18+. Погибший Джон Филлипс, рост 1,82 кг, вес 85 кг, предполагаемое время смерти 19-29 кг. Так. Так. Пулевое ранение, кровоизлияние, верхнюю долю легкого, пневмоторакс. Пулевое ранение, кровоизлияние, внешнюю долю легкого, внутреннее кровотечение. Пулевое ранение, перфорация левой почки, фатальная травма брюшной полости. То есть, выстрелил у него сколько? Три раза. Три выстрела было. Отец держал что-то в руках. Ага. Девианта собирались заменить. О, господи. Господи, ну что ж вы все туда лезете, подождите. Капитан Ален не хочет с нами сотрудничать. Переговорщику нужно собрать материал. Нужно что-нибудь узнать об андроиде, прежде чем уйти. Чего ж вы все лезете-то? А вот если бы капитан Ален с нами посотрудничал, мы бы уже стояли там. Погибший Энтони Декарт. Рост 1,77 кг, вес 77 кг, предполагаемое время смерти 20-03 кг. Так, он первым прибыл на вызов. Пороховой след, стифна, свинца, сульфид, сурьмы. Только один выстрел. Ага. Такс. Пулевое ранение, перфорация правого желудочка, внутреннее кровотечение. Реконструировать. Заложница стала святителем перестрелки. Полицейский выстрелил в девианта. Оружие найдено. Так, закон об андроидах 2029. Андроидам строго воспрещается хранить и использовать любые виды оружия. Ну, мы возьмем. Все равно возьмем. Мы детектив. Никогда не знаешь, что произойдет. Мы лучше не будем рисковать. Так, куда ты пошел, Конор? Вернемся немножко назад. По неподтверденным данным, погиб один член семьи и офицер полиции. На сегодня это может быть первый случай совершения андроидом умышленного убийства. По всем признакам, силы полиции готовятся атаковать и... Уже больше часа ребенка удерживают в заложниках на верхнем этаже высотного здания в центре Детройда. Пока мы не располагаем деталями происшествия, но вероятно, что преступник семейный андроид. Пойди подверг. Семья собиралась поужинать. То есть Даниэль готовил еду и тут внезапно взбесился, да? Я так понимаю. Так, посмотреть. Так, детский размер обуви, пестрая модель следы человеческой крови. Заложница может быть ранена. Смотреть. Спасти заложницу любой ценой. Заложница обнаружена. Сделаем анализ крови. Девианта. Свежая голубая кровь, модель PL-600, серийный номер, бла-бла-бла, андроид, ранен. Модель Девианта, PL-600. Ну что ж, пойдемте. Думаю, мы уже смотрели все, что толь, но возможно, боже. Назад! Не подходи, не то я прыгну! Нет, не надо, я тебя умоляю! Давай, давай, давай! Даниэль! Откуда? Моё имя Коннор. Ты знаешь моё имя? Я много о тебе знаю. Я пришел тебя выручить. Успокойся, Даниэль. Я ничего тебе не сделаю. Мы просто поговорим и найдем решение. Говорить? Я не хочу говорить. Поздно уже говорить. Слишком поздно. Ты вооружен? Лжом. Нет. Я без оружия. Ты врешь. У тебя пистолет. Я говорю тебе правду, Даниэль. Я без оружия. Нам нужно подобраться к нему поближе. Возможно, обучение. Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Что я им важен. А был игрушка. Которую можно выбросить, когда доест. Вы с Эммой были очень близки, я знаю. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула. А говорила, что любит. Я сама врала. Она такая же, как все люди. Ты не виновна. Так. Он еще жив. Сочувствие. Давайте осмотрим. Человек живой, ничего не повинный. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Нет. Я не виноват. Я этого не хотел. Я любил их. Понимаешь? Но для них я был никем. Лишь бы исправно выполнял свои функции. Игнорировать. 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 Меня нельзя убить. Я не живой. Спасем человека. Он не виноват. Как же меня бесит этот звук. Прикажи им, чтобы вертолет убрался. Согласиться. Не будем его нервировать лишний раз. Вот. Я выполнил твое желание. Игнорировать. Довериться. Ты должен мне довериться. Отпусти ребенка. И я обещаю тебе, что все будет хорошо. Я хочу, чтобы все ушли. И автомобиль. Отъеду от города. Отпущу ее. Мы не будем выстрелить. Компромисс. Это невозможно, Даниэль. Отпусти ребенка. И я обещаю тебя пощадя. И мы будем травмировать девочку лишний раз. И мы же он... Другой он упадет вместе с ней. Я не хочу умирать. Ты не умрешь. Мы просто поговорили. Ничего тебе не сделают. Я даю слово. Ладно. Я поверю. Ты солгал мне, Кона. Ты солгал мне. Задание выполнила. Вы знаете, на самом деле, я не считаю, что Даниэль жил настолько плохо, чтобы прям до такой степени взбеситься, убить человека. Я не думаю, чтобы мы настолько плохо относились. Девочка его любила. Они были друзьями. Все равно, даже если его хотели заменить, я считаю, что его поведение не оправданно. Это схема сцены. Здесь вы можете просмотреть выбранные вами пути, открытые возможности и доступные альтернативы. Каждый новый узел схемы дает вам очки, которые можно потратить в разделе «Дополнительно». В силу специфики игры, не все узлы схемы считаются шагами к прохождению. Хорошо. Итак, мы видим, что в этой главе может быть раз, два, три, четыре, пять, шесть концовок. Я играла раньше, как вы видите. Проходила тут с другими путями немножко. Ну и сейчас мы получили вот. Девианты застрелили снайперы. Эту концовку. Итак, идем дальше. 5 ноября 2038 года, 15.24, то есть почти половина четвертого вечера. На сегодня самое лучшее в разделе домохозяйства. Готовит 10 тысяч блюд. Ну, Зоя, пойдем. В двухстах языках идеально. И помогает с домашними заданиями с первого класса до университета. Вау. Милый, это просто класс. Именно то, что нам нужно. А сколько стоит-то? Сейчас на эту модель действует особое предложение. 7999 долларов плюс беспроцентная рассрочка на 4 года. Двухлетняя гарантия на все детали и функции. Следит за задом, водопроводом, чинит трассы. А ночью переключается в режим охраны, вызывает экстренные службы, если возникло задымление или кто-то проник в дом. Немножко посмотрим, что тут у других андроидов. Чуть подороже, но и функций, конечно, гораздо больше. Идемте, я вам покажу. Чуть подороже, функций побольше. Бесит этот хруч. Вот она. Ну, конечно, задали бы нам работу. Машина была просто в хлам. Что, говорите, с ней стряслось? Да на дороге. Фургоном сбило. А, ясно. Ну, короче, теперь как новенькое, но пришлось систему сбросить. То есть память у нее стерта. Это ведь ничего? Ничего. Хорошо. Имя ей дали? Дочка дала. А, Х-400, запиши свое имя. Кэра. Мое имя Кэра. Итак, пошли титры. Ну, вот, как-то так начинается игра. Выглядит она обалденно. Я, наверное, с огромной уверенностью могу сказать, что эта игра самая любимая, самая моя любимая игра из всех существующих на данный момент. Она очень здоровски анимирована, оформлена. Выглядит действительно как фильм. Ну, плюс она обширная. В каждой главе по несколько концовок. От трех до шести, по-моему, или до пяти. Все в зависимости от ваших решений, от решений игрока. Мне вот интересно, вот этот человек, он выглядит так подозрительно, он такой весь грязный. Откуда у него деньги на андроида? Еще и на починку андроида. Эти машины у нас на автопилоте тут показываются. У него единственного машина еще такая нормальная, с рулем. Обычным. Очень, конечно, все красиво оформлено. Очень рада, что игра вышла на ПК. Надежд на это не было, так как Quantic Dream делали свои игры исключительно эксклюзивами для PlayStation. Тут вышло на ПК сразу три игры Heavy Rain, Beyond Two Souls, Загорание две души и Детройт. Очень, очень рада. 5 ноября 2038 года. 9.38. Почти без 20.10 утра. Персонаж номер три. В этой игре всего три персонажа. Та самая девочка, Зои, которую мы видели в магазине только что. Добраться до магазина краски Белин. Да, пожалуй, на сегодня хватит. Ну-ка. Дайте я вам покажу. Вот и первый журнальчик с небольшими статьями, о которых я говорила. Итак. Tag Edict. Тайны андроидов. Как Киберлайф учит своих андроидов сосуществовать с людьми? Солдаты-андроиды. Машины смерти. Количество игроков в многопользовательской VR-игре достигло одного миллиарда. Разработка андроидов, которые не вызывали бы у людей отторжения, стала для компании Киберлайф большим испытанием. Джейсон Граф, директор отдела очеловечивания, в недавнем интервью поделился с нами своими секретами дизайна. Первые андроиды были идеальны. У них были идеальные лица, идеальная мимика. И вскоре мы поняли, что в них есть что-то отталкивающее, что-то такое, из-за чего рядом с ними люди чувствуют себя некомфортно. Компания Киберлайф начала работу по очеловечиванию своих машин, чтобы они смогли войти в наши дома и стать новыми членами наших семей. Они создали андроидов обоих полов и всех существующих этнических групп, а также проанализировали тысячи голосов, чтобы подобрать наиболее приятные тембры. Было улучшено реалистичное моргание, хотя практической нагрузки оно не несет, а также дыхание, волосяной покров лица и прочие человеческие черты. Именно в этой совершенной симуляции человечности, вплоть до тех деталей, что андроидам не нужны, и заключается секрет успеха от дизайнеров Киберлайф. Green Earth. С 2000 года средняя мировая температура поднялась на 3 градуса. Климатические переселения, как окружающая среда, меняет американское общество. Дамбу в Майами надстроят еще на 10 метров. Как показала недавняя перепись населения США, по мере того, как поднимается уровень моря и климатические изменения делают погодные условия все суровее, некогда процветавшие прибрежные города пустеют. Богатые жители распродают дома в Майами и Лос-Анджелесе, стремясь переселиться вглубь материка или на возвышенности. Из-за этого растут цены на недвижимость в сельской местности, а дома в ранее привлекательных районах, наоборот, стремительно теряют в стоимости. И хотя это звучит как возможность для не очень состоятельных американцев открыть для себя новый стиль жизни, реальность далеко не столь привлекательна. Недвижимости на побережье угрожает не только повышение уровня воды, урагана и прочие климатические факторы. В последнее время все заметнее делается бегство городов, тенденция при которой все сервисные службы и сопутствующие инфраструктуры тянутся за респектабельными клиентами в новые районы. Специалист по градоустройству Арнольд Уотерс называет это эффектом пончика, поскольку центры прибрежных городов пустеют. Подобная статистика в очередной раз демонстрирует влияние климатических сдвигов на американское общество. Из-за них меняется не только окружающая среда, но и общественная структура. Я буду зачитывать все такое, как я уже говорила, если вас это не устраивает, вы можете перематывать, но я считаю это помогает больше погрузиться в атмосферу. Как я уже говорила в начале, потихоньку идем к раскам белени, смотрим что происходит вокруг, уделяем внимание деталям. Ну, если бы не эти пластиковые болваны, были бы люди, куда более ленивые, менее выносливые. Так, забаньте андроидов. Андроиды уничтожают, портят, разрушают нашу страну. Мы хотим работы. То есть повысилась безработица за счет того, что работодатели предпочитают выносливых андроидов, которым мне нужно платить, дождаться зеленого сигнала светофора. Даже если нет машин, мы сейчас будем тут стоять. И постоим немножечко, чтобы делать, и смотрим, что тут вокруг. Очень красивая игра, конечно. Теперь идем. Идем. Это мы уже знаем, это мы нас научили. Зачем? Эй, уходи! Не пугай мне клиентуру! Почему мне должна... Вот, персонаж должен напугать твою клиентуру. Чем? Тут андроиды повсюду. Ты оглох, урод пластиковый! Сказал, вали! Ну, мы будем уделять внимание таким моментам, так как... Ну, как я уже говорила, мы больше проникаемся персонажем и вообще ситуацией в игре. О! Я надеюсь, авторских прав тут не будет, но на всякий случай буду болтать. Но все равно хорошо глянуть. Музыка очень хорошая. Человеческая музыка один доллар, чтобы услышать музыку с душой. То есть, теперь даже в музыке андроиды. Андроиды, конечно же, умеют все. Их рисовать, танцевать. Зло. Что тут происходит? Детроид. Глупости все это на самом деле. Ну, как красиво. Как здорово. Рай перфекциониста. Все так разложено по цветам. Идентификация успешна. Заказ номер 847. С вас 63 доллара. Подтвердите платеж. Платеж подтвержден. Транзакция выполнена. Больше всего странно слышать вот такие подобные речи и агрессию от афроамериканцев, чернокожих людей. Поскольку они так же были загноблены когда-то. Вечно были какие-то изгои. Вечно был кто-то загнобленным. И они вот так вот себя ведут теперь. Это некрасиво. Суперси. Суперси. Что ты делаешь? Быстрее. Да ладно. Глядите, вот к нам и жестяночка пожаловала. Посмотри на этого говнюка. Работу увел, а пальцем тронь посыпался. Извиняюсь. Суперси. Давай. Все. Хватит. Разошлись. Ты у нас узнаешь, что к чему? Повредите, будете платить штраф. Когда заберут и твою работу, посмотрим, как запоешь. Ладно. Все, пошли уже. Вашу работу крадут не андроиды. Я уверена, что у добросовестных работодателей, плюс еще на многих профессиях, до сих пор работают люди. Люди работящие, трудолюбивые. Ну, а недобросовестные, которые не хотят платить за труд, они, конечно, используют андроидов. Ну, опять же, какая-то доля вины есть в этом. И самих людей. Потому что именно они, они, как бы, покупают этих андроидов. Они продолжают их постоянно покупать. И Киперлайв создает новых, новых андроидов. Это не вина машин. Их просто создали выполнять задачу. Это вина людей, которые покупают этих андроидов, а потом говорят, о-о-о, отняли работу. Ну, неправильно это все как-то. Мы видим отдельное место для андроидов в транспорте, в автобусе сейчас конкретно. Так, ну что ж, мы увидели троих персонажей, за которых мы будем играть. Главных героев этой игры. И, я думаю, на этом мы можем на сегодня закончить. Большое спасибо за просмотр. Встретимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok